Здравствуйте, мои телезрители! И хочу воспользоваться сегодняшним днём, так как сегодня такой день, сегодня праздник у насульман. И дело в том, что на моём канале есть телезрители разной веры, то есть и русские, и насульманы. Поэтому я никогда не разделяла православных или насульман, все мы братья и сёстры на этой земле. И с этим прекрасным днём, именно с этим праздником, ураза-байрам, хочу поздравить всех мусульман на этой планете, в особенности моих телезрителей. С праздником, мои дорогие! Мусульман, всех поздравляю! Счастья мира вам желаю! Пусть растут спокойно дети, будет мир на всей планете, пусть любовь в сердцах живёт, разрастается, цветёт, пусть здоровье крепким будет, пусть живут без стрессов люди, славим ураза-байрам, делим счастье пополам. Вот так я сегодня вас поздравляю. И так подмастилась, что я делаю недавно один рецепт по названию Казан Капу, и решила сегодня именно в этот день в какой праздник совместить. И приятного вам просмотра! Здравствуйте, мои любезные и дорогие телезрители! Прежде чем начать вот этот влог кулинарии, я хочу поблагодарить вас за то, что вы на моём канале, что вы подписались на мой канал, что вы смотрите меня. Я вам чрезвычайно благодарна, от всей души вас благодарю. А сейчас я вам хочу показать рецепт по названию Казан Кабоб. Почему я показываю на своём канале именно узбекскую кухню? А потому что мы с супругом приехали из Узбекистана, из города Ташкента. Мы проживаем уже более 10 лет, уж я точно, а моим супруг даже больше. Он с 18 лет живёт в Италии. Я приехала в 27 лет, а сейчас мне практически уже 40. Почти, но ещё не 40. Вот. И посчитайте, сколько я уже здесь. Так что, я хотела вам сказать. Дело в том, что мы, проживая в Италии, готовим кухню и итальянскую, и русскую, и нашу национальную узбекскую. Почему я говорю нашу национальную узбекскую? Потому что мы оттуда родом. И, конечно же, мы привыкли. И поверьте мне, что узбекская кухня обалденно вкусная. Так же, как и в Италии по-своему вкусная кухня, и в России тоже по-своему тоже вкусная кухня. Но, конечно же, борщи ни с чем не сравнимые. Суп – это борщ, это украинский, то ли он русский будет. Борщ – он есть борщ. Вот, например, зимой я очень часто готовлю такой суп. Но мы не об этом. У нас в Избекистане есть такое блюдо по названию казан-кабоб. Но хочу сразу поправить. Казан-кабоб готовится у нас из баранины. Баранина в Избекистане очень-очень вкусная. В Италии баранины нет. Но есть овчина. Она немножко другая. И на вкус она тоже другая. Чуть-чуть похожа, но чуть-чуть, можно сказать, такая специфическая. Немножко запах прям очень такой ярко выраженной, скажем так, баранины. А у нас в Избекистане она чуть-чуть помягче. И что хочу сказать, что это блюдо, казан-кабоб, готовится именно с этого мяса. Но я в данный момент буду готовить из говядины. Так как я вам объяснила, по какой причине. Не стала я покупать именно эту овчинку, потому что я ее могу поесть только один раз. И все. А видите, я в каком количестве готовлю. То есть на два раза, на три раза. Вот где-то так. Значит, для этого блюда нам понадобится килограмм. Ну, я, например, готовлю на такое количество. Вы можете сделать меньше или больше. килограмм говяжьего мяса. Заметите, я купила нежирное, то есть мякоть. Мы предпочитаем супругам брать нежирное мясо. Вот. Если я покупаю жирное, то я вырезаю. Но толку нет покупать жир, чтобы вырезать и выкинуть. Сразу уж переплатить, но купить говяжье мясо. Чистое, мягкое и нежирное. Так, значит, я решила сделать казан-кабоб именно вот с такой картошки. Молодой. Но можно купить обычную картошку и порезать ее на примерно такие кусочки. Я буду ее обжаривать именно вот так целиком. И также нужно три луковицы и подсолнечное масло. Подсолнечного масла нужно где-то примерно половина бутылочки. Значит, здесь в бутылке литр, значит, 500 миллиграмм точно надо для обжарки картофеля. лук, соль и тушистый перчик. Все. И еще нужно сыру. Зра – это такая приправа. Я вам потом покажу в процессе. Мясо нужно порезать на крупные кусочки, ну, примерно, как вот этот картофель. Все. Картофель вы немножко споласкиваете и масло ставите на огонь. Раскаляете хорошо масло, разогреваете и начинаете выкладывать картошку. Картошку я примерно выкладываю вот два захода у меня будет. Первый заход и второй, потому что все сразу в казан. Этот казан тогда должен быть слишком большой и масло нужно тогда литр наливать. Тогда можно так, а так. Если в маленьком казанчике, то у вас не прожарится картошка и она превратится у вас просто в кашу. Ну, все, начнем, мои дорогие. Посмотрите, картошечка значит добавлена в масло, очень раскаленное масло и это должно на большом огне обжариваться. То есть на маленьком огне это не стоит делать, потому что картошка она впитает много масла и будет все не так. А именно она должна на большом огне прожариться. Чтобы понять готово оно или нет, возьмите вилочкой проткните или зубочисткой такой палочкой проткните смотрите картошка если мягкая и румяная сверху то можно ее в принципе уже выложить. Ну что ж первая партия у меня обжарилась картошка и смотрите я ее выложила на сапетку чтобы масло впитало вот это лишнее от картошки и посыпаю солью так сверху понимаете на глаз чтобы картошечка была не постной а такой чуть-чуть соленой значит знаете что в процессе я хочу вам сказать что я обычно казан-кабок готовлю с обычной картошки которую делю на несколько частей то есть я чищу ее чтобы не было кожурки но так как была картошечка маленькая я подумала что она вот такая молодая бывает кожурочка такая тоненькая тоненькая которую можно кушать в принципе но в Италии в принципе вот такую картошку можно купить круглый год маленькую и я подумала что она вот такая именно нежная кожурочка но оказалось не так обжарив ее вот так целиком в масле оказалось что кожурочка немножко плотная и когда я буду накладывать я так подумала что на тарелочку уже буду выкладывать подавать что будет просто неудобно кушать именно эту кожурочку и я решила частично почистить ее вручную но она обжарилась и очень легко удаляется поэтому нет проблем и даже она получается такая румяная красивая как будто запеченная в духовке обратите внимание видите это уже почищенная такая вот она румяная получилась под кожурочкой поэтому я ее частично почищу ручную и вот таким образом у меня будет уже готова картошечка ничего страшного но вот если она действительно молодая кожурочка можете прям ее так и оставить не чистить я вам стараюсь показывать поэтапно все фуд процесс да все вот для обжаривания давайте так мы обжарили с вами картошечку масло которую мы обжарили вы его выливаете мы например не экономим с маслом и на этом же масле мы это не обжариваем вот я например использовала пол литра масла обжарила там все что осталось я просто это выкидываю да а потом в другом уже казани естественно я разогреваю немного масла примерно примерно 200 миллиграмм на то количество которое я делаю это блюдо 200 миллиграмм разогрев хорошо казан я добавляю туда мясо смотрите я забросила вот такие вот кусочки предварительно нарезав как я вам и говорила вот примерно вот такие вот кусочки килограмм мяса мне нужно это все потушить пожарить очень хорошо до мягкости то есть например у нас говядина в италии для без теки флорентини она очень быстро прожаривается а если например вот эта мякоть ее нужно обязательно потушить хорошо то есть в данный момент я ее закинула я жду когда она даст сок когда этот сок уйдет когда вы увидите что нету жидкости только масло вы просто доливаете туда воды и обычной воды из-под крана закрываете крышкой и это должно немножко попариться и так два-три раза до мягкости вот и на умеренном огне все это помешиваете закрывайте крышкой и так вот два раза я добавляю воды потом я пробую мясо если она мягкая я его уже подсаливаю и довожу до румяности вот чтоб оно было такое вот пожаристая но не сухое но не сухое и потом уже я вам расскажу что я делаю ну вот солнышки мои мясо у меня уже практически уже второй раз я добавляю водичку чтобы она потушилась и я добавила соль по вкусу перец душистый и вот такую вот сыру это приправа она продается но если уж и в европе то уж точно наверное вашей стране тоже она очень ароматная и придает именно запах востока казан-кабоб обязательно должна быть эта приправка все закрываю крышкой еще тушу ну что ж подходим мы к завершению практически мясо у меня потушилась посмотрите она уже такое поджаристая стала я вам показывала предварительно что три луковицы мы значит нарезаем вот так вот вот таким образом и все мясо готово лук я отсюда выложила перемешиваем лучок должен тоже подвялиться так скажем подвялиться почему потому что если вы его пережарите и когда мы закинем картошечку то это должно еще в картошечкой так вставаем соусе минут пять потушиться то руку пригорит поэтому нужно чтобы она подвялились ну все мои хорошие смотрите завершение уже практически вот 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 на пороге смотрите картошечку я выложила казан там у меня уже лучок поджарился мясо обалденно мягко вот такое оно должно быть то есть оно не должно быть жестким это за счет того что я вам сказала что нужно именно доливать водички закрывать крышкой чтобы это потушилось а потом открыть перед именно тем как вы положили картошечку чтоб мяско было поджаристое и вот все еще с это все перемешаю закрою крышкой на 5 минут на маленький огонек и все воля это все готово можно подавать на стол и сейчас я вам сделаю салат который я именно решила сделать к этому блюду но можно сделать обычный салат какой вы пожелаете но я вам покажу мой рецепт на самом деле этот салат очень простое приготовление здесь нужно значит редисочка я обязательно кладу огурцы но в данный момент оказывается огурцы у меня отсутствует и поэтому я сделаю редиску а значит йогурт можете использовать йогурт любой интеро это жирный или нежирный как вам угодно но главное чтоб он был не сладкий а натуральный натуральный вот я использовала прямо 500 миллиграмм пол литра йогурта значит здесь штук 10 редиски на свой взгляд так смотрите вот на я кладу обязательно огурцы тоже огурцы режу тоже мелко и и все это размешивается еще нужно зелень зелень идет значит укроп и кинза кинза так это кориандула кориандула и укроп соль по вкусу все это перемешивается обалденно легкий вкусный салат я его называю весенним хочу хочу вам сказать что у нас в италии кориандула и укроп не продается на каждом шагу то есть петрушечки у нас прям на каждом шагу итальянцы они используют серделей и петрушку до укроп и кориандула есть только на определенных рынках и только у нескольких продавцов может быть у двоих в данный момент у нас только у двоих поэтому я покупаю сразу много пучков там 45 пучков и все режу сесть на промываю и замораживаю в морозильник лажу когда мне нужно использовать там посыпать салат или в супчик или наверх какого-то блюда я открываю свой морозильник и у меня все под рукой вот так и данный момент я тоже самое делаю сейчас мы все это перемешаем и я покажу вам готовым видим ну все мои хорошие вот так выглядит этот салатик я попробовала на вкус он обалденно холодненькие вкусненькие естественно потом когда мы сядем за стол я все это выложу в красивые тарелочки будет очень очень красиво и вкусно ну что ж смотрите как у меня получилось как я вам сказала картошечку я все-таки почистила вручную она легко отошла но если у вас молодая действительно картошка можно это и не делать вот такое вот блюдо у меня получилось казан кабоб мясо картошка лучок зелень и вот такой салатик весенний редиска и йогурт и зелень нам приятного аппетита и вы тоже можете также приготовить это блюдо очень легко и вкусно пока пока